Роза Шаниной Роза Шаниной В 14 лет, наперекор родителям, она убежала из дома. Преодолев 200 километров тайги, она смогла выйти к железной дороге. Наконец, она добралась до Архангельска. Но ее мечтам об учебе не суждено было сбыться. Началась война. Немецкие бомбардировки стали причиной многочисленных пожаров Архангельска. Когда Роза узнала, что ее брат погиб на фронте, она не могла больше сидеть сложа руки, в то время как ее страну топтали сапоги захватчиков. Правдами и неправдами ей удалось попасть в женскую школу снайперов. К тому времени, когда ее выпуск попал на фронт, она уже успела зарекомендовать себя как отличный стрелок и была назначена командиром своего подразделения. Ей было всего 20 лет. К сожалению, ее надежды попасть сразу в бой не оправдались. По приезду оказалось, что ее женское подразделение распределено не на передовую, а в резерв. Она умоляла и просила командования пустить ее в бой, но получала только отказ за отказом. «Девушкам на передовой без необходимости делать нечего», – таков был ответ. Но такой ответ не устроил Розу. На следующее же утро она самовольно покинула расположение части и отправилась на охоту. «Девушки отдыхают» «Девушки отдыхают» Ее подруги по школе знали, что Роза – отличный стрелок. Вскоре об этом узнали и враги. К концу сентября на ее личном счету был уже 51 фашистский оккупант. Советские войска вошли на немецкую территорию, преодолевая яростное сопротивление противника. Все резервы были выбраны подчисток. Наконец-то Роза была там, куда она так стремилась – на передовой, бок о бок со своими товарищами. Вскоре из ее подразделения, вначале насчитывавшего 78 человек, осталось только шестеро. Последнее письмо от Розы я получил 17 января 1945 года. Спустя две недели я узнал, что она погибла в бою, прикрывая командира артиллерийского дивизиона. Я не хочу перечислять ее ордена славы и медали за отвагу или цитировать все эти газетные заметки, которые прославляли ее храбрость и искусство. Я просто хочу передать вам ее письма и дневники, а они скажут сами за себя. С уважением, Петр Молчанов, бывший редактор газеты «Пятая армия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова